Доброе утро, дорогие мои коллеги садоводы! Сад прекрасен в любое время года. А знаете почему? Потому что мы подбираем правильно растения, чтобы какие-то яркие краски присутствовали даже зимой. Мы уже с вами говорили про великолепные дерены. И сейчас продолжим тему декоративных кустарников. Сегодня наш гость Рододендрон и его подруга Садовая Азалия. Они одной группы, группа Вересковых. Путешествуют они из Японии, из Китая и наконец-то уже много лет на пике популярности они в наших садах. Чем же хорош Рододендрон? Во-первых, это неприхотливый кустарник. Да-да-да, именно неприхотливый, потому что нужно знать некоторые правила и мы сейчас о них поговорим. Есть кустарники листопадные, частично листопадные и не листопадные. Посмотрите, у меня какой красавец! Вот такой чудесный, роскошный весна, а он у нас уже вот такой замечательный, хороший. И в этом году он, конечно же, зацветет, потому что Рододендроны закладывают цветочные почки в августе, с ними зимуют и рано весной одаривают нас вот таким ярким цветением. Цветовая палитра настолько богата, от белых, бело-розовых, нежно-розовых до пурпурно-бордовых, ярко-красных жизнеутверждающих, выбрать можно любой красивейший, самый красивейший сорт. Кроме того, растение неприхотливо и разной высоты. А вы знаете, что Рододендрон – самый-самый медленно растущий кустарник. У некоторых сортов прирост в год составляет всего 4-5 сантиметров. Да, вот есть такие малыши. А есть очень крупные растения, именно высотой, которые вырастают до 2-3 метров и выше. А есть, которые будут всегда маленькие – 50 сантиметров. Как же правильно подобрать место в саду и как правильно посадить? Самое лучшее место в саду – это замиксовать с хвойными растениями. Если у вас есть хоть одна тучка, елочка, сосна или что-то из хвойных растений, однозначно сажайте рядом Рододендроны. Они любят такую кисленькую почву, не переносят известь, им это совсем не нравится. Корневая система у них достаточно такая мочковатая, неглубокая, она больше поверхностная. Пересаживать очень и очень легко. Вот сейчас продаются вот такие Рододендроны уже в стаканчиках. Вот такой у меня здесь хороший стаканчик. Сейчас резиночку сниму, покажу. Корневая система уже сформирована. Смотрите, какой красавец. Вот какой хорошенький. Вот он в стаканчике. И очень хочется мне все-таки залезть, проверить корневую систему. Ну что, рискнем? Давайте. Ага, посмотрите. Вот корневая система – то, что надо. Почему говорю то, что надо? Ком держится, не разваливается. Когда очень много корней, вот они такие плотные-плотные, их нужно будет потом немножечко потревожить. А вот это как раз то, что надо. Корень не осыпается. Вот молодые корешочки оплели ком. Поэтому это отличный Рододендрон, великолепный посадочный материал. И как раз посадочную яму делаем по размеру. Вот если у нас в контейнере, вот таком маленьком контейнере, он называется П-9. Если растение у нас в таком маленьком контейнере, то и посадочную яму делаем с вами небольшую. Если мы покупаем уже в контейнере объемом 3-5 литров, то и тогда посадочная яма должна быть большая. Если есть хвойный опад, однозначно в посадочную яму закладываем. Можно приобрести специализированное удобрение для Рододендронов и Азалий. Тоже будет хорошо. Перемешиваем с грунтом и высаживаем. Высаживаем по уровню корневой шейки. То есть мы ее не заглубляем, остается на уровне почвы. И будет у вас прекрасно расти и развиваться такой Рододендрон. В зимний период времени все очень просто. Рододендрон не столько мороза боится, сколько холодных ветров. Поэтому нам достаточно сделать либо каркас из загор ткани и сверху поставить, либо взять деревянный ящик и сверху поставить. И тогда наше растение прекрасно перезимует. Кстати, напомню, вместе с почками. Как подкормить Рододендрон в августе, я вам расскажу уже ближе к концу лета. А сейчас выбираем. Посмотрите, сколько разных Рододендронов. Выбираем Азалий и Рододендроны. И, кстати, многие задают вопрос, а это Азалий комнатные или садовые? В садовых центрах, как правило, вы можете найти садовые Азалии. Они требуют укрытия в зимний период. Во всем остальном это подруги Рододендрона, которые прекрасно украсят ваш сад. Отличного выбора Рододендронов. Красивого цветущего сада. Конечно же, здоровья и хорошего настроения.